Одно из больших дел, которые делал Равицкак, это семинары для евреев, которые после перестройки и до нее отправились путешествовать по всему миру. Вышли из этого соцлагеря. Командировки, так называет Равицкак. Из Израиля я часто ездил в другие страны по разным делам. Был в Австрии, Германии, Италии, везде, где находились евреи из СССР. Были среди них и такие, которые успели побывать в Израиле и оттуда уехали. Большая группа, 120 бухарских евреев, уехали из Израиля и поселились в Вене, в ожидании разрешения на выезд в другие страны. Вена была тогда перевалочным пунктом. Но я поехал в Вену и строил для них пасхальный седер. Много бегал, пока организовал кошерную еду, посуду. На самом деле тяжело было в Вене. Противно. Город весь казался враждебным. А люди здесь сидят уже по несколько лет. На работах, куда их устраивали, непременно требовалось посещать кружки и уроки по христианству. Встретил я здесь и моих знакомых из Ташкента. И в Ташкенте, и в Израиле они были верующими. А тут сняли кипу. Горько было видеть, как бухарские евреи приезжают в Бейт-Кнессет в Шаббат на машинах. Несколько из них уже оставили своих жен и женились на нееврейках. Пришлось писать геты. Я рассказывал уже про то, что через несколько месяцев после приезда в страну Равыцкак отправился в Америку на динер, благотворительный вечер, в честь особенной системы религиозного обучения. На последней встрече, когда Равыцкак приехал в первый раз в Америку, было человек пятьсот, которые раньше в других местах слушали мои уроки. И я некоторых даже узнавал. А потом, это уже было не в 72-м году, а в 86-м, мы вчетвером, Равыцкак Зильбер, Муше Пантелят, Надав Розенберг и я поехали на семинар в Америку. Это вспоминает Равхайм Коэн. Нам предстояло побывать в Нью-Йорке, Риме, Западном Берлине, в общем, в трех странах. Мы приехали в Нью-Йорк, провели семинары, а мне было поручено все время находиться рядом с Равом Искаком Зильбером, чтобы он не оставался один в чужом городе. И все вроде было хорошо, но нам, молодым парням, очень хотелось посмотреть этот великий город со всеми его небоскребами. Мы столько о нем слышали и были здесь впервые. Из-за лекций, из-за семинара свободного времени у нас почти не было. Кроме того, моей главной задачей было находиться рядом с Равом Искаком. Мы узнали, что есть интересная трехчасовая экскурсия вокруг Манхэттена на теплоходе. Моше и Надав уже выбрались на эту экскурсию, а мне никак не удавалось. Равыцкак и слышать не хотел ни о каких экскурсиях. Для него это было просто потерей времени. Ну вот подвернулся случай. Я встретил знакомого, который ехал из Израиля в Нью-Йорк, женился на русской женщине и теперь интересовался вопросами Гиюра для нее. Он, узнав, что среди нас есть настоящий Равин, который говорит по-русски, он попросил меня устроить ему и жене встречу с Равином Равыцкаком Зильбером. Рав Зильбер сказал, пожалуйста, в любое свободное от лекции время. И я подумал, что это именно тот момент, которого я искал и предложил произвести эту встречу на теплоходе. Равыцкак не хотел. Корабль идет три часа, а для беседы достаточно получаса, сорока минут. Что мы будем делать остальные два часа? А я его красноречиво убеждал, что морской воздух полезен для его здоровья. Так или иначе, он согласился. И мы сели на корабль. Рав Зильбер побеседовал с этой парой, подробно ответил на все их вопросы. И минут через сорок беседа закончилась. Рав Ицкак знал, что мы старые друзья еще по Израилю. Он сказал, ребята, вы поговорите. И отошел в сторону. Ну, мы, конечно, разговорились, по ходу дела разглядывая здание Манхэттена. Такая приятная обстановка. Незаметно прошел час. Я оглянулся, и вдруг не вижу Равыцкака. Где он? На палубе его нет. Я начал волноваться. Обошел все этажи. Нигде его нет. Мне ничего не оставалось, как спуститься в самый низ, где было темно и пусто. И тут я разглядел силуэт Рава. Он сидел там, в темноте. Я подошел осторожно к нему сзади и услышал, как он шепотом повторяет наизусть мишноет. Так он сидел. Этот человек. Его не интересовал Нью-Йорк, этот Манхэттен. Он только знал, что попал в место, где не может заниматься Торой. И единственное, что ему осталось, это повторять наизусть мишноет, который он знал. Для меня это был большой урок на всю жизнь. Я увидел, как этот человек живет Торой. Как в ситуации, в которую я, молодой парень, фактически вынудил его попасть. Как должен вести себя мудрец. И вот продолжает Равхайм Коэн. Закончился семинар в Нью-Йорке. Осталось три дня до семинара в Берлине. И на эти дни Равыц, как и я, должны были лететь в Италию. Там, в Ладисполе, находились эмигранты из Союза, которые вместо Израиля хотели ехать в другие страны, то есть в Америку, Голдена-Медина. И мы отправились к ним. Летели ночью. Самолет уже пошел на посадку, когда мы заметили, что скоро взойдет солнце. А Равыц, как всегда, молился с первым лучом солнца. Молитва в Ватикен. Он открыл портвель, вынул толитый твилин и начал молиться. Уже стюардесса обошла всех, проверяя, все ли застегнули ремни, а он молится. Я не молился, потому что я боялся не успеть. И буквально за несколько секунд до приземления самолета Равыц как встает, чтобы молиться, молитву о Меду, то, что молится стоя, можете себе представить глаза стюардессы. Самолет снижается. Все сидят с застегнутыми ремнями. А этот пожилой пассажир встал. Она бросилась к нему, как сумасшедшая, и стала кричать, чтобы он немедленно сел. Я не знал, как мне быть. С точки зрения безопасности в самом деле нужно сидеть, а с другой стороны, когда Равыцкак стоит во время молитвы в Амиде, «Разве я могу что-то сказать?» Я только объяснил стюардессе, «Поверьте, ничего с ним плохого не будет, и с самолетом тоже все будет в порядке». «Пожалуйста, успокойтесь». Она поняла, что здесь делать невозможно ничего, потому что самолет идет на посадку, побежала на свое место, села и застегнула свой ремень. Итак, мы все сидели, а Равыцкак стоял и молился, когда самолет коснулся земли. Обстановка была совершенно сюрреалистической. Никогда не забуду эту историю. Я вспоминаю один случай в Италии. Это говорит Равыцкак. Молодой человек, который получил облучение в советской армии, лежал в почти безнадежном состоянии. И вот его близкие пришли ко мне и попросили за него помолиться. Я решил его навестить, ну, хотя бы, чтобы подбодберить его бедных родителей. Я сказал им, что Бог поможет, что я буду молиться. они увезли сына в Америку. Это было 17 лет тому назад. А несколько лет тому назад, когда я был в Америке, тот самый парень из Италии нашел меня и пришел в ту квартиру, где я остановился. Он сидел со мной, мы выпили лэхай. Он чувствует себя хорошо и говорит, что он никогда в жизни не забудет ту нашу встречу. И продолжает Равхаим Кои. Мы приземлились в Риме и сразу поехали в Ладисполе, город в 40 километров от Рима. К сожалению, в то время там был праведник, посланник Любовического Рима Равгирш Биск, который многие годы жил в Ладисполе и осуществлял связь между новоприбывшими и еврейской общиной. Но он был в отъезде. И тогда Равицк сказал, что у него есть еще одно дело в Италии. В Иерусалимском Равинате его попросили помочь получить в Риме гет от одного израильтянина. Тот занимался контрабандой оружия и наркотиков и его посадили в итальянскую тюрьму на 10 лет. А в Израиле осталась его жена люди они не религиозные и жена заявила, что не намерена его ждать. Ну мы отправились в Рим заниматься этим делом. Денег у нас было мало. Номер сняли в самой дешевой гостинице, где хозяином был израильтянин. Но по крайней мере крыша у нас над головой была. А на следующий день мы попали в местный Равенат. Ицкак объяснил им в чем дело. Оказалось, что иностранному гражданину пройти итальянскую тюрьму очень сложно. Нужно взять направление от Равената, разрешение от министерства юстиции. А Равенат и министерства находились на разных берегах Тибра. И приходилось несколько раз в день перебегать то туда, то обратно по два с половиной километра. Именно пробегать, потому что в транспорте мы не разбирались. И Равенат Ицкак не хотел на это тратить время. Я должен признаться, что поспевал за ним с трудом. Он переживал, что через два дня у нас отъезд, а надо успеть кучу формальностей. И летел стрелой. Наконец нам сообщили, что мы имеем право посетить тюрьму. И наше посещение было назначено на день отлета. В 10 утра надо было уже быть в тюрьме, а в час дня у нас уже был самолет на Берлин. Тюрьма находилась 150 километров от Рима, а аэропорт 50 в другом направлении. В считанные часы нужно было проделать этот путь 150 километров в одну сторону и 200 в другую. Рав Ицкак договорился в Равинате, что для оформления гетто с нами поедут два местных Равина. Мы должны были помолиться рано утром в римской синагоге и на машине отправиться в тюрьму. Рав Ицкак мне сказал, Хай, читаем самую короткую молитву, быстро, быстро и убегаем. Задерживаться нельзя, иначе ничего не успеем. В этой древней римской синагоге была такая располагающая обстановка, что вместо того, чтобы помолиться, как он мне сказал, я начал молиться спокойно, медленно. Рав уже собрал тфелин и талит, а я только закончил шма и встал, чтобы молиться о меду. И в этот момент я слышу, подходит ко мне Рав Ицкак и говорит, Хаим, сейчас не время молиться так спокойно, из-за тебя там, в Израиле, могут родиться мамзеры. Если жена не получила разводное письмо от мужа, то это от другого мужчины, у нее могут родиться дети, которые не могут войти в народы Израиля. Они могут мамзеры родиться, а ты сейчас молишься? Кому нужна такая молитва? Быстро заканчивай, не задерживайся ни секунды. Можете себе представить, что я почувствовал, когда услышал, что из-за меня могут родиться мамзеры. Я уже не помню, как я закончил молитву, только я сделал три шага назад после Амиды, Равицкак схватил меня за рукав и тут же повел в машину. В Толите, в Твелин снимал эку уже в машине. Так я получил урок, что всему свое время, молитве свое время и действую свое. Но самое интересное было впереди. Все три дня, что мы были в Италии, главной нашей проблемой и темой всех наших разговоров, был вопрос о том, как пройти в тюрьму и получить гетт от этого человека. Возможно, придется его убеждать, но в тюрьме ему тяжело, ситуация непростая. Мы приехали в маленький городишко, где находилась тюрьма. Я остался в машине, а Равицкак с двумя раввинами вошел в тюрьму. И вот минут через пятнадцать они все выходят с печальными лицами. В чем делать? Рав Зильбер спокойно говорит, что как только тот услышал, что приехали раввины по поводу гетто, он вообще отказался к ним выйти. При входе Равицкак тщательно обыскали. Равицкак сказал, если бы меня так обыскивали в советском лагере, я бы не смог провести твилин. Равицкак сел в машину и попросил ехать в аэропорт и больше не сказал ни слова о гете. Он переключился на предстоящий семинар в Берлине. А потом мне рассказали, что несколько минут в тюрьме, которую ему удалось там провести, он положил сто долларов на счет этого заключения, заключенного. Он сказал, я знаю, что такое еврей сидеть в тюрьме среди чужих. Наверное, ему нужно что-то купить. На моих глазах я видел, как Равицкак приложил максимальное усилие, сделал все, что только возможно, чтобы пройти в тюрьму. И вот, когда его все усилия окончились неудачей, он не проронил ни слова. он знал, что он сделал свое. А результаты от него не зависели. И теперь он думал о том, что ему предстоит делать дальше. В трудных ситуациях продолжает Хаим Коин. Я всегда напоминаю себе об этом. В наших руках приложить усилия. все, что от меня зависит, идти до конца. А результаты, результат зависит только от Творца. И гет был получен только еще через три года. И вот вспоминает жена Хаима Коина Пнина. Мы работали в Италии посланцами Рава Моше Соловейчика из Цюрика. Благословенно память праведника. В Италии рядом с Ладисполи небольшой тоже город Санта Маринелла, куда тоже отправляли бывших советских евреев, чтобы они ждали разрешения на отъезд в Америку. И вот в 89-м году приехал к нам Равицкак. Я была счастлива, что могу как хозяйка принять его в нашем доме, но он не позволял мне ничего делать. Даже сухари свои привез с собой. Мы жили в большом одноэтажном доме на берегу моря. Как-то после полудня Рав пошел отдыхать в свою комнату. И вдруг я слышу, он с кем-то разговаривает. Я точно знала, что никто в дом не входил. Я знала, что к некоторым великим мудрецам приходит сам пророк Ильяу. Я была очень взволнована. Около часов четырех Рав выходит из комнаты и с ним мальчик лет тринадцати. Я спросил у Рава, как он вошел в вашу комнату? Через окно. Я знал, что ты отдыхаешь и не хотел тебя беспокоить. У меня было время с ним позаниматься. И я его пригласил прийти. И он перелез через окно. Там в Италии люди из Советского Союза чувствовали необыкновенную тягу к нему. Шли толпами мужчины, женщины, дети. Он был для них как вода для пустыни. Мы устраивали шабаты для всех этих эмигрантов. Я спросил Хайма на сколько людей готовить в этот раз. Ну, как обычно ответил. И я приготовила где-то 50 порций. И вот наступил шабат. И вдруг одна из женщин, которая мне помогала, говорит, посмотри в окно. Я выглянула и я вижу, идет Равицкак, а вокруг него облака славы. Ананей Кавод, огромная толпа. Я ужаснулась, где я возьму столько порций. Пришло человек 120. Люди просто прилиплялись к нему. Он приехал в четверг, а через день мы уже бегали за ним и все эти люди, чтобы услышать хотя бы еще одно слово Торы. Это особенное свойство нашего учителя Равицкака Зильбера. Я тоже был в этом итальянском провинции Рима, Санта-Маринелла. Это Равхаим Коэн был послан туда от Ешива Швутами. И то, что он делал там, это было, конечно, великая вещь. Сколько людей приблизилось к Торе, именно благодаря его деятельности он открыл синагогу. Я был, когда мы открыли еврейскую школу для детей, которые там, пока они жили в этой итальянской провинции, снимали квартиры. очень мало денег у них было. Многие подростки мыли машины, чтобы как-то что-то помочь семье. И вот мы открыли еврейскую школу. И это было недалеко, незадолго до Пурима. И с ребятами мы поставили спектакль в честь Пурима, Пуримшпиль. Я помню, там были портреты Горбачева, портреты Рейгена. В общем, особенное место. Я помню, когда приехал тогдашний министр абсорбции Ицкак Перец и рассказывал, как в Марокко у них были особенные копилки, куда они складывали деньги для их братьев в России. Я помню, что столько набилось людей, что мы должны были стоять, там была рядом маленькая комнатка, чтобы не занимать места. Особенное место было и в той же одноэтажном доме приехал Мойль из Бнейбрака, доктор Ротшильд, и делались обрезания в этой вилле. Ездили мы в Рим, чтобы покупать кошерные продукты для лавочки, которую открыл Хайм, Раф Хайм Коэм, как они кошеровали посуду прямо в Средиземном море. Особенная была вещь, и там впервые я начал говорить слова Торы возле синагоги, в которую приходило 8-9 стариков был парк, куда собирались все евреи, чтобы услышать от ведущей, которая приносила им сообщения от американского посольства. И как-то перед субботой я пошел туда, и нужно было пройти вот этот парк, и я слышу, как евреи смеются, ой, религиозный еврей. И это было за 15-20 минут до субботы, до встречи субботы. Я пошел на то место, где вставала ведущая, встал на камешек и сказал, евреи, у меня последняя новость, последняя новость из Вавилонского Талмуда. Это были как раз три недели бенами царим от 17-го Томуза до 9-го ава. Я начал им пересказывать то, что говорит Талмуд в трактате Гитин, и я им рассказал, вот тогда, около двух тысяч лет тому назад, римляне разрушили наш храм и отправили нас в это долгое изгнание. Они привозили нас на кораблях и в своих имфитеатрах, они устраивали зрелище, выпускали диких зверей, а с другой стороны, выпускали нас и наслаждались, видя, как эти звери нас пожирают. Но то, что я хочу вам сказать, сейчас уже кости тех древних римлян сгнили, остался разрушенный Колизей, Аркотита, А мы с вами потомки тех самых евреев, которых они победили. Но мы есть, мы те самые евреи, у которых сожгли дом, храм. Мы бездомные евреи, но мы помнить должны, откуда мы ушли и куда мы соберемся, когда Творец будет нас собирать. И вот потомок царя Давида, Равицкак Зильбер, наш учитель, как они шли за ним, как они прилиплялись к нему, эти евреи. И многие из них, я встречал их потом в Америке и в Израиле, они стали соблюдающими евреями именно благодаря деятельности Равхайма Коэна за царь его жены и того, что они увидели настоящего еврея, Ицкака Зильбера, который открыл им эту маленькую щелочку, чтобы заглянуть в мир Торы. Ицкак Зильбер Ицкак Зильбер Продолжение следует...